Всем привет! С вами Ольга Чернова и Огородная Азбука. Сегодня 20 мая. Я сегодня в утреннем обзоре показывала, что я делала на картофеле обработку от колорадских жуков, потому что в этом году у нас беда. Картошка только-только вылезла в май и уже вся объедена колорадскими жуками, потому что стоит аномальная жара, они проснулись раньше времени и не у многих еще есть картошка, у редких, таких как мы. И вот на нас напали все жуки с окраины, со всей окраинки. Вот видите, вот этот жук умер после вчерашней обработки. Обрабатывала я средством ИнтоЦМ, простое, дешевое, которым пользуюсь много лет. Тут вот написано, для обработки картофеля одну таблетку на 10 литров воды. Все, обрабатывать в обычном режиме, в сухую, безветренную погоду. Но я скажу так, что умерли, сейчас я вот прошлась по полю, умерли только те жуки, которые, вероятно, в прямой контакт с препаратом вступили, остальные еще не умерли. Сейчас пойдем там посмотрим дальше. Вот здесь я вижу еще живых жуков, и, вероятно, им нужно покушать картошку, которую мы обработали, и тогда они умрут. Но зрелище, конечно, ужасающее. Представьте, на каждом кусте, вы видите, картофеля еще нет. Уже все объедено, они сидят, вплоть до того, что по несколько штук на одном кустике. Вот видите, что вылезла картошка, они все объели и пошли дальше. Вижу и мертвых жуков. Вот смотрите, какой-то мертвый. Вот мертвый, вон мертвый. Какие-то еще живые, но однозначно, вот мертвый тоже умер, однозначно придется еще раз обрабатывать. Вот смотрите, на одном листе по три жука. Как бы не пришлось ходить вручную их собирать. Очень-очень огромное количество жуков. И дело в том, что картошка-то еще совсем маленькая, но совсем тут нечего есть, они сейчас все объедят. Вот он пошел. Скажу про... Ой, ой, блин. Смотрите, на такой малышке пять жуков. Скорее всего, с таким количеством жуков на квадратный сантиметр обработка вот эта вот, пока я подожду действия умерщения, они все сожжут. Я сейчас первую партию, наверное, соберу руками. А вообще вот этим препаратом обрабатывать, если с повторением, вот, например, сегодня, я вчера делала, потом еще через две недели, то популяция жуков, она, конечно, снизится и заметно, потому что я вижу мертвые. Ну, вот в этом году так получилось, что у нас... Мы не ожидали, что в мае придется обрабатывать жуков. Я вот вам показала, каким средством я обработала, и потом покажу, эффективно ли будет, потому что... Ну, обычно мы им обрабатываем. Конечно, тут очень сложно сказать, какие жуки наши, какие уже приехали, прилетели новые от соседей, приползли откуда-то. Я еще раз говорю, что в мае не все отваживаются высаживать все рано, и у кого-то в огородах еще ничего нет, голая земля. И поэтому все жуки наши, вот даже яйца уже отложили. Такой ранней кладки яиц в мае, конечно, не было у нас. Знаете, в этом году ситуация, которую я вот прямо сейчас пришло выражение мне в голову. Жук на жуке, и еще один стоит в очереди. Ну, вот вообще ужасно, очень много. Но есть и мертвые, что это радует. Ну, чтобы мой видеоролик о колорадских жуках был достоверный на 100%, я вот сегодня сделала добавку, сейчас снимаю, и хочу вам рассказать, что сердце, конечно, не выдержало дожидаться, когда эти жуки накушаются нашей молодой картошки, чтобы умереть. Потому что я посчитала, если все вот эти жуки для того, чтобы умереть, съедят по одному или там по пол листа, от нашей картошки ничего не достанется. И, конечно, тут сын, когда приехал, я ему сказала, много жуков он увидел. И, короче, у нас терпения не хватило ждать, когда они умрут. И первую партию собрали в ручном режиме, и правильно сделали. Вот сейчас видите, какой кошмар. Маленький крошечный участок, там несколько рядков для получения раннего урожая. Вот столько было жуков. Если бы мы их не собрали, они, наверное, все до лысого съели бы. Еще по огороду шастает огромное количество жуков. Вчера нашла и на томатах, и на баклажанах, и просто на траве. Придется, наверное, делать сплошную обработку. Иначе огород станет лысым. К сожалению, в этом году жара преподнесла вот такие неприятные сюрпризы нам, как огромное количество вредителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!